Доброго времени суток! Давайте с вами посмотрим общий расклад, где он, с кем, как живет, да, что по деньгам. Посмотрим, короче, что там у него, про бывшего, все время про бывшего. Все говорят, бывшие, бывшие, они нам не нужны просмотров, зато у этих видео выше крыши, да. Зато как скинешь там про вашу жизнь, никому не надо, никто не смотрит. Итак, давайте посмотрим, где он, с кем он, но для начала кто он, да, кто ваш загаданный мужчина, кто ваш загаданный мужчина. Социальный человек, социально подкованный, любит общение, социальные сети, любит выходить в мир, показать себя, любит стабильность, прочность, надежность. Человек, у которого какие-то устои уже такие, да, не сдвинешь с места. Есть финансы, такие блага любит, денежки, да, в ручки ловить любит. И такое ощущение, что на этом он зациклен, якорь, да, и руб зациклен на деньгах. Еще говорит о некой холодности, может быть, даже меркантильности человека. Ну, давайте посмотрим, где он, где сейчас человечек. Где ты, человечек? Там, где кого-то победил, приручил. Такое ощущение, человек поставил себе цель, ее взял. Но взял, знаете, каким-то нахрапом прямо. Туда, куда ушел. Туда, куда ушел, девочки. Вот там сейчас он и находится. С кем? Император, да. Ну, жезлы, 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 жезлы. Такое ощущение, да, что у человека прямо, вот, дорога через огонь, через огонь горит человек. Он прямо весь пылает. Император здесь вышел, девочки, да. Довольно сильный человек, целеустремленный, любит покорять. Вот, кого-то покорил, куда ушел, там он и находится. Но не принял решение, девчонки, еще надо ли ему быть там именно. Надо ли ему быть там, двойка жезлов, да. Не знает до конца ли, не знает, не уверен он до конца, что именно это то, к чему он хотел прийти, где сейчас находится. Но туда, куда ушел, по четверке жезлов, девочки. Тепло, уютно, комфортно, изобильно, радостно. Всегда там ждут куча впечатлений и положительных причем, да. Девчонки, здесь император. Здесь человек, который проявляет свою силу в полном объеме. В полном. Он любит это. Он любит, когда люди перед ним преклоняются. Вот не показывают, где, где, с кем, вернее, с кем. С кем ты. С кем ты. Девочки, там почему-то тоже тайная связь. Тайная связь. Либо женщина там, да, какая-то научная дама. Либо, знаете, еще как идет? Не показывает, потому что не акцентрирует на ней внимание. Она не конечный пункт его жизни. Не конечный пункт. Опять связь, которую он не афиширует. Даже если она не тайная, то, ну, просто не афиширует ее. То, что он имеет сейчас, ему мало. Некое разочарование от того, что он хотел бы получить и что имеет. Именно в том месте, где сейчас находится. Он каждый раз работает над собой, над людьми, над ситуациями, над всем. Он горит огонь. Жезл, очень много жезлов. Очень много амбиций. Очень много яркости и движения. Ему хочется, да, всего достигать. Как живет вообще этот человек, которого вы закатали? Как он живет? О, девятка кубков, да. Себе на радость. Себе на радость, себе в угоду. Расслабляется, потребляет. Эмоции принимает, да. Сливки снимает. Ищет удовлетворение от жизни. Постепенно, потихонечку продвигается к своей цели. Вот устремление у него высокие, большие амбиции, да, на высоте их зашкаливает. А он горит, горит какими-то идеями, горит какими-то планами, стратегиями, да. Он такой подкованный, он знает дороги, он знает пути, куда идти. Но к цели именно почему-то приближается вот такими шажочками. Муси-муси-пусенькими вот такими, да. То есть либо он к цели, когда идет, постоянно куда-то сворачивает, да. Либо на самом деле, как ему кажется, он бежит, да. Кажется, он маленький. Это, знаете, как улитка. Ей кажется, что она там набрала там неимоверную скорость, да. А по нашим меркам она практически не двигается. Как он там поживает, да. Примеряется к людям. Он хочет большего, нежели ему дают. И каждый раз он об этом говорит, что я хочу больше, мне этого мало. Все, вы неправильно, это не так делаете. Очень много эго. Знаете, вот он к людям подходит такой открытый. Вот такой я открытый весь, да. Я такой весь радостный, я такой весь веселый. Я вроде бы показываю, что я доверяю, но в итоге, да, вот все, что он показывает, это вот как-то вот не так, это неправда. Это только для себя. Такое ощущение, что человек это говорит, но, ну, как бы вот, не знаю, как объяснить. Вот вроде бы я такой ясный весь, да, но нет. Человек все время все гребет под себя. Эго. Здесь такое эго, прямо обалдеть можно. Как живет, как живет. Королева мечей тут всплыла, девочки. Королева мечей, от которой ушел. Пятерка, чаш. Человек помнит и страдает. Королева мечей, да, отрезала. Побрила, можно сказать, тупой бритвы его. Отбрила. Со своим характером и гонором. Помнит здесь человек, да, страдает. Пятерка, кубка, все равно это некие такие страдания, ну, внутренние, да. А чё страдаешь-то? Чему? Король Пентакли. Ценность. Не увидели вы в нем ценность? Человек здесь болеет, потому что не оценили вы его. Занизили ценность, бросили, можно сказать, его с трона. Император, король Пентакли. Представляете? Человек, который, знаете, как Пентакли, он блестит. Он набивает всегда себе цену, яркость. Да, я такой весь классный, я такой самодостаточный. Я там могу все. У меня там есть связи, у меня есть подвязки. Я знаю, что заработать. Да, я весь такой вот, я такой вот весь. А королева мечей побрила его. Сказала, вали-ка ты отсюда. Кто-то не увидел от ценности. Человеку больно, вы не оценили. Он очень глубоко расстроен. Поэтому и был, скорее всего, да, расход. Вообще человек живет, стараясь находить к людям подход. Он без этого не может, потому что один в поле не войн. Ему все равно приходится с кем-то общаться, кого-то цеплять. Но здесь человек все равно закрывается. Он не подпускает к себе на 100%. Он всегда оставляет для себя лазейку, куда можно выбраться. Либо, да, все равно вытянутая рука у него. Он делает вид, что я открыт, но это не так. По идее, это отшельник. Вот он здесь и выпал, да, отшельник. Приходит в мир людей, да, из своей пещеры для того, чтобы взять для себя что-то. Знаете, какой-то ресурс, чтобы над ним потом помыслить, подумать. Ему надо набрать энергии, всего-всего. Я не знаю, там про питание, денег. Он же должен как-то жить, да, что-то как-то взять и уйти. Но приходит, да, с какой-то яркостью человек. Но это не пара. Вообще ни для кого, по идее-то. Это не пара. Во-первых, человек никогда не может точно определиться, что вообще ему в жизни надо. Он просто потребляет все, вот все, как губка, да, вот что ни капни сосала. Тут такая же история. Все для него опыт, мудрость, где, что, куда, надо там посмотреть, здесь, да, там интересно, тут интересно, и это интересно мне, и это, да, вот так вот все. Но, по идее, всех оставляет. Взади не сожалею, потому что все есть опыт, все есть урок. Что по деньгам? У кадра. Хотя, по ходу дела, деньги-то тоже там плачут. Нет, по деньгам здесь какой-то напряг. Такое ощущение, что деньги как раз-таки отрезала та, от кого он ушел. И это, скорее всего, была либо жена, да, либо женщина, с которой он жил. Скорее всего, она оставила его с голым задом на сосне. Ну, либо он ничего, да, не имел. Где-то там, может быть, жил, да, и ушел, понятное дело, ни с чем. По деньгам нет, у человека одна денежка, да, которую он крутит, либо две, которые он начал, да, жонглировать ими. По деньгам тоска. По деньгам тоска. Любовный, поэтому он никогда не примиряется к тому месту, именно тогда, где он обычно любит приходить к женщинам, скорее всего. У него есть свои пещеры, он может туда приводить. Но это, знаете, как такое табу. Это моя пещера. Я там люблю быть одинок, да. Либо человек теряется и полностью, да, от всех он... Там может трубки не брать, к примеру, да, потому что... Здесь любовные игры, да, у человека. На большее его не хватает, ему не надо. Он насытился, напился всем этим, да, и все, ушел. У него какие-то свои цели, стремления возвышенные, да. Но по итогу тогда бег по кругу. Звезда еще говорит о некой цикличности процессов. Вот. Поэтому я и говорю, если человек куда-то идет, такое ощущение, что он куда-то может сворачивать. И вот это вот его цель конечная, она может быть как далеко. Вот так.